Доброе утро, конференция. Доброе утро, те мужественные, не побоюсь этого слова, люди, которые нашли в себе силы встать в субботним дождливым утром и приехать к нам. Давайте знакомиться. Меня зовут Анна, я delivery manager, как уже сказали в компании DataArt, сюрприз, сюрприз. В IT я с 2006 года. Большую часть своего времени я занимаюсь продуктовым направлением, так вот у меня как-то повелось. Кроме того, как в продукты, в IT я попала из большого маркетинга, то есть маркетинга такого в true, в корпорациях, B2B, все серьезно, исследования, издательский бизнес, все дела. Немножко разбираюсь в том, как делать agile на уровне корпорации. И сегодня мы с вами будем говорить, мы с вами сегодня будем ломать парадигмы. Готовьтесь, готовьтесь, сгибайте. Парадигмы они будут трещать, потому что мы сегодня будем с вами говорить о том, почему нельзя спрашивать у клиента, что он хочет. Кто, кстати, кто, кто помнит человека, который это сказал? Да, есть такое дело. Конфуций, может быть, конечно, вот. Он тогда, видно, говорил о колесницах, форт это воплотил. Ну, как вы думаете, почему? Почему вот быстрые лошади это не решение проблемы? Почему мы уже ездим на автомобилях, у нас теперь скоро будут электромобили, не знаю, интегравы? А многие компании до сих пор начинают свои проекты с того, что приходят к клиенту и говорят, ну клиент, здравствуй, скажи клиент, что нам тебе сделать? Клиент, ну, ну не знаю, ну, продажи поднять, вот. Поднимите мне продажи. Ну так это как, что, где? Мы сегодня будем говорить о фреймворке, который помогает и поможет помочь и компаниям, и вашим продуктам, и вашим проектам работать инновационно. Инновация сегодня в теперешнем мире, в мире финансов, это на самом деле абсолютно не спонтанная штука. Вот это хорошо, как любая инновация, и я ее сравниваю с хорошо подготовленным, продуманным наступлением на определенный. Все думают, о боже, инновация, да, упало яблоко на голову, вау, все, кому-то очень сильно повезло. Нет, есть, естественно, процент действительно кому везет, а есть, но как бы, как любая интерпретация, инновация, это хорошо подготовленный, продуманный процесс. И я сегодня поделюсь немного теорией, немного своим собственным опытом, как использовать один из фреймворков, их достаточно много, для того, чтобы понять, о чего же на самом деле хотят эти загадочные звери, наши клиенты, и каким образом можно свой продукт сделать более инновационным. Применяя, в принципе, те же самые подходы, классический маркетинг, какие-то классические аналитические вещи, но делает их в правильной последовательности. Прежде чем погрузиться в какую-то далекие дебри, хочу рассказать одну небольшую историю, у нее будет продолжение. История, как ни странно, о милкшейках. Значит, в году так, в начале, так где-то в конце 80-х. Чтобы вы понимали, FMCG это такой серьезный сектор, они знают друг от друга все. Значит, сколько секунд наливается милкшейк в стакан, какой диаметр трубочки, который в стакан вставляется, какая густота напитка, сколько Е залито в каждый из стаканов, в общем, сколько калорий вам надо потратить, чтобы это все как бы не по сильным трудам выпитая отдать. И, значит, классический FMCG бренд, не буду говорить какой, но тем не менее, собрались они поднимать продажи, собрались они менять рецепт своих молочных коктейлей. Ну и как любой FMCG, значит, бюджет они на это дело получили, значит, маркетинговые исследования, собрали, значит, кучу людей, фокус-группы. И на этих фокус-группах, значит, люди попробовали там кучу этих и постановили сделать коктейль более жидким. Ну, сказано-сделано, как говорится, говно-вопрос, коктейль более жидкий, и продажи падают, при том так. Что делать? А деньги-то на маркетинг уже потрачены, все же научным образом сделано, фокус-группы опять же проведены, все-все доказательства, а продажи-то падают. А, собственно говоря, денег обратно как бы уже нет, ну, то есть, все-все, бюджет съеден, значит, а делать что-то нужно. Ну, и один из линейных менеджеров говорит, дайте я каяк, говорит, встану, типа, проведу день, значит, в полях, и попытаюсь узнать, а в чем же была, собственно говоря, проблема. Ночь стоит он в поле и понимает, что вот начинается утро, и, собственно говоря, коктейль заказывают в каком-то конкретном ресторане водителям, только водителям. Но очень ничтоже сумнящийся словил одного водителя, говорит, чувак, слушай, проставлюсь там другом, когда будут, давай, скажи мне, что ты, в общем-то, с этим, что ты наш коктейль покупаешь? Ну, каким-то образом, в общем, может, нет одного водителя, он таки добился ответа, тот, кто не успел убежать с утра просто от настойного менеджера, оказалось, в чем, значит, водитель с утра не емши, четко знал, что коктейль определенной густоты, он его будет, условно говоря, употреблять в течение 20 минут, пока он там будет ехать, и, собственно говоря, употребленного утром густого молочного коктейля ему хватит для того, чтобы там дожить до какого-то раннего завтрака. Сделав коктейль более жутким, потому что фокус-группы это сказали, собственно говоря, водитель теперь выпивал коктейль в течение 5 минут, он стал менее насыщенным, опять же, это FMCG, здесь есть такая эмоциональная составляющая, что, может, по калорийности, собственно говоря, и составу ничего не изменилось, но ощущение было, что вот, как говорится, вместо 20 минут я его хопа выпил сразу, и, в общем-то, мозг занять нечем, за баранкой я засыпаю, ну, в общем, как-то так. И, собственно говоря, как вы думаете, какую работу на самом деле решал этот коктейль, вот, с точки зрения водителя? Возможно, да, то есть водитель покупал густой коктейль, и единственное, то есть он мог, то есть коктейль в данном случае конкурировал не с молочными коктейлями от Макдональдса, Бургер Кинга и любой другой марки. Коктейль конкурировал с пончиками, со сникерсом, не знаю, чем там, какие-то шоколадки, бананы, любые энергетические батончики, любые вещи, которые, по сути дела, там, ты едешь, что-то жуешь, ням-ням-ням, и, значит, и плюс еще каким-то образом у тебя появляется энергия для того, чтобы дожить до полноценного обеда. Наши менеджеры на фокус-группах рассматривали, когда делали конкурентный анализ, они рассматривали исключительно коктейли. То есть они думали, что конкурируют исключительно с коктейлями. Поэтому они, естественно, собрали 15 экземпляров существующих молочных коктейлей. Есть, кстати, еще один коктейльный случай. Я попрошу вас подумать. Один ресторан, то есть по поводу, то есть второй вот как бы ресторан, один ресторан, там покупали водители. Второй ресторан стоял в парке, где основная этого как бы аудитория были мамы с детьми, которые тоже перестали покупать жидкие коктейли. Как вы думаете, почему? Да, мамы покупали коктейль детям, чтобы они молчали. На полном серьезе. Мамы покупали, то есть на, на, пей, молчи. То есть пока ребенок пытался всосать этот густой коктейль через трубочку, мамы получали 20 минут полноценного отдыха. Мы, кстати, еще о лесорубах потом поговорим тоже. Тоже веселые ребята. Так, кстати, вот по структуре презентации, к сожалению, то есть финансовая тема, все серьезное, поэтому котиков у меня не будет сегодня. Будут дельфинчики в конце. Опять же, инновация, да? Почему мы вообще говорим о том, что нам необходимо какие-то инструменты, что-то продумывать, что-то делать? Почему мы вообще, в принципе, говорим? Когда к нам приходит клиент, любая цель нашего продукта – это, в принципе, решить какую-то конкретную проблему. И нередко корень этой проблемы на самом деле не на том уровне, который описывает клиент. Вот, собственно говоря, что мы можем предпринять – это попытаться определить вот этот вот рудкоз, вот этот вот скоуп, который нам действительно надо решить. И если мы это сделаем правильно, шансы вывести продукт на рынок, и при этом часть этого рынка хорошенько у конкурентов оттяпать, собственно говоря, повышаются достаточно серьезно. И даже если мы говорим, вы спросите, а почему, окей, мы делаем внутренние продукты. Занимавшись мобильным приложением для одного из украинских брендов, мы посчитали, что если мы экономим 10 минут времени торгового представителя, мы даем компании в рамках года прибыли больше, чем 1 миллион гривен. Исключительно экономим время торгового представителя на 10 минут в день. Простите? А эти торговые представители – они такие интересные звери. Они кофе и коктейли, они, конечно, пьют, но чем больше мы им даем возможности заработать, то есть там как бы с иловой абсолютно идет майнсет. Это не то, что… Потому что зарплата торгового представителя напрямую зависит от того, сколько, собственно говоря, он сделок реализовал. И если мы предоставляем ему интерфейс простой, который экономит его время, еще позволяет бабло зарабатывать… Фу, какие коктейли? Я вас умоляю. Коктейли он потом там типа где-то на Гавайях вот так вот там попьет в отпуске. Теория. Первый и последний слайд с теорией. Вывру, конечно, но… Люди приобретают продукт или сервис для того, чтобы он им выполнил какую-то работу. Накормил их, напоил, уложил спать. И опять же, если я покупаю дрель, то на самом деле я покупаю ее не потому, что мне нравится сверлить, хотя, может, у меня, конечно, соседи есть, которые… И я покупаю дрель в отместку. Вот, то тоже как бы вариант, да, тогда я буду брать дрель погромче, неважно, какие дырки оно сверлит, лишь бы работало. Вот. На самом деле я покупаю дырку в стене, покупая дрель. Или там повешенную картину, или ремонт в квартире. Когда мы говорим об инновациях или о том, когда мы рассматриваем спектр нашего продукта, не обязательно думать, о боже, сейчас я выведу новый Spotify на рынок, или новый Facebook, или новый Instagram, и я всех завоюю. Возможно, но когда мы говорим, в принципе, о новом продукте, не обязательно думать о нем как о том, что мы вот прям сделаем прорыв. Достаточно говорить о том, что если мы решим какую-то проблему дешевле и эффективнее, чем ее решают конкуренты, это вин, при том вин чистой воды. Когда мы говорим о концепции, то есть jobs to be done, работа, которую выполняет мой продукт, что отличает ее от других каких-то маркетинговых концепций, она не меняется со временем, она устойчивая. То есть на самом деле, кто, где эти 90-х есть здесь? Кто карандашом перематывал кассеты? Еее, да, я не одна. Значит, перематывая, то есть мы слушали музыку. Сейчас уже больше, не знаю, как минимум третья аудитория не знает вообще, о чем я говорю, какое отношение к музыке имеет карандаш. Но на самом деле цель у нас до сих пор одна и та же, мы любим слушать музыку. Только вот и послушать крутую музыку, которая нам нравится, вот это как бы работа, которая изменилась до неузнаваемости буквально за 10-15 лет. Когда мы говорим о работе, которая выполняется продуктом, вот смотрите, то есть мы заговорили о карандаш, кассета, да, сразу какие-то такие воспоминания, эмоциональная составляющая, и абсолютно как бы когда мы говорим, мы спросим, не знаю, там, школьника сегодняшнего, вряд ли у него будет какая-то эмоциональная составляющая на вот этот вот смысловой ряд. Поэтому очень важно говорить, понятно, что когда мы разрабатываем именно программное обеспечение, мы меньше говорим об эмоциях, да, ну, очень странно, наверное, будет звучать вопрос. Скажите, пожалуйста, какую эмоцию вы испытываете, нажимая вот эту зеленую кнопку? Что вы чувствуете при этом? Какой эмоциональный подъем, да? Понятное дело, что если нажимая кнопку, оно что-то не нажимается или действие не происходит, то понятное дело, что мы как бы тут получим весь негативный спектр эмоций, но он как бы вряд ли связан непосредственно с продуктовой составляющей, с которой мы работаем. Но когда мы говорим о продукте, о работе, нельзя забывать, что, ну, всегда есть какая-то эмоциональная составляющая, да? Как вы купили матрас, да, вот проходя мимо? Да я вообще не хотела его покупать, меня тоже жена притащила. Вот-вот как бы, и вот-вот на вот эти вот эмоциональная и социальная составляющая, как совершающиеся работы, ее надо обязательно учитывать, потому что в ней кроется на самом деле много ответов на вопросы, а зачем пользователь что-то делает, зачем наш покупатель в принципе этим занимается. Ну и, собственно говоря, последняя теоретическая работа – это всегда процесс. То есть не я, не совершение покупки мы узнаем, не выполнение какого-то действия или какой-то метрики. процесс, какие шаги, почему ты это делаешь. И при этом, что jobs to be done, о котором мы говорим как в фреймворке, это не story map, это не какой-то там action item list, это именно работа, которая выполняется продуктом. Если мы говорим в целом, как вот построить наш фреймворк, как нам использовать наши знания для того, чтобы добиться успеха. Первое, с чего мы начинаем, вот, кстати, пункты 1 и 2, несмотря на то, что они разделены, они на самом деле выступают таким вот конгломератом, потому что отвечая на первый вопрос, мы так или иначе касаемся вопроса второго. С чего мы начинаем? С идентификации, как, какие у нас есть, какая работа должна выполняться, что хочет от нас клиент. Потом мы говорим, идем от этого, о каких у человека потребности. Очень важный третий пункт, да, мы открыли потребности, мы начинаем смотреть, а, собственно говоря, мы составляем как бы такую своеобразную карту потребности, и мы смотрим, что закрывает рынок из этих потребностей, что из этих потребностей закрывает конкретно наш продукт, как они вообще, эти две вещи соотносятся и соотносятся ли. И, собственно говоря, вот здесь вот мы ищем, по сути дела, начинаем прорывать нашу инновационную траншею и заканчиваем ее, в принципе, то есть вот мы поняли, ага, вот-вот-вот-то деньги, вот-то они закопаны. И, собственно говоря, определяем, каким образом мы эти закопанные деньги будем откапывать. Предлагаем то, что мы сделали нашему рынку. Ну и, собственно говоря, шестой, мы о нем сегодня будем говорить меньше всего, потому что здесь, собственно говоря, уже о стратегиях вывода, о том, как можно давать ссылам инструмент для того, чтобы с этими стратегиями работать. Что такое job story? Мы уже, в принципе, немножко об этом говорили. Это процесс, по которому проходит наш потребитель для того, чтобы добиться определенного результата, используя тот или иной продукт. Job story очень похожа на штуку, которая называется user story. Даже, в принципе, используют какие-то похожие statement. Кстати, кто помнит, как user story звучит? Что-то? Для чего? As the user, I want something. А, последняя часть? So that. Вот. Кстати, очень… Вот эта версия презентации, это версия презентации 2.0, да? Первая ее была на львовском PMDA. И почему 2.0? Потому что, когда мы начали первый раз говорить о jobs to be done, оказалось, что народ, типа… Там еще, конечно, не совсем удачная тема. Это когда, типа, значит, user story мертва, да здравствуй, там, типа, jobs to be done, story, все дела. И народ начал, естественно, нервничать и говорить, о, боже, а как мы вот это, типа, как вот, что, нам надо отказаться от моих story, от моих story points, когда я, типа, вот, пилю задачки в джире. Да нет, боже, боже, сбавь, кто я против скрама, да вы что? На самом деле, когда мы сейчас с вами говорим о фреймворке jobs to be done, это далеко не разработка. Это вот разработка, она где-то вот-вот-вот там, вот-там, 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 вот. Вот тут, конечно, можно попытаться развернуть ситуацию, пусть не диаметрально, пусть хотя бы ее чуть-чуть подвинуть, сдвинуть фокус и спросить, собственно говоря, для чего мы это делаем, а давайте подумаем, что мы решаем, а как мы решаем, и предложить, собственно говоря, продуктовому менеджеру, который работает с вами, предложить вот такой вот формат для того, чтобы немножко отойти непосредственно от задач к проблемам и к верхнему уровню. Так что, пожалуйста, несмотря на то, что очень похожи форматы, не путайте, они применяются для разных вещей, и заменить одно другим невозможно, потому что с точки зрения, как бы, бизнес-анализа, если мы будем говорить, вот одна из, кстати, из классических, вот, достаточно неплохих job-старей, там будет куча вопросов. Почему две минуты, да, что значит быстро, что значит easy, почему вообще тут, как бы, о сахаре в крови, почему именно сахар, где dinner time, да, то есть с точки зрения бизнес-анализа, job-story критики не выдержит, ну, просто она не про это. Итого, смотрите, пожалуйста, у нас тут есть, кстати говоря, темплейтов и, в принципе, канвасов, как работать с job-story достаточно много. Я больше всего, мне больше всего нравится вот этот вариант, он подсказывает, собственно говоря, нам, как интервьюеру, то есть все равно, к сожалению, несмотря на то, что я сказала, что клиентов мы спрашивать не будем, их все равно спрашивать придется, только не о том, что они хотят на самом деле. Мы используем вот этот вот темплейт для того, чтобы создать вот эту вот нашу карту и потом в дальнейшем эти истории проработать и приоритизировать. То есть и во время интервью у нас есть даже специальная колонка, которая называется outcome, да, то есть как финальный шаг нашей вот этой вот job-story, да. Что вот когда я спрашиваю, когда мы делаем что, для чего, и опять же, если есть возможность, мы обязательно фиксируем эмоциональное состояние нашего потребителя или его социальную, то есть социальный как бы стейт, в котором он находился, когда была произведена эта работа. Вот, собственно говоря, наша коктейльная история, вот она вот продолжается, то есть она, опять же, мы пошли дальше, ребята решили не останавливаться на водителях, раз уже не водители как бы удовлетворили, они вернули густые коктейли. Ну жидкие же, блин, кому-то должны, мы же не можем просто так выкинуть наши пару миллионов на фокус-групп исследования, кому-то жидкие нужны, нашли, кому они нужны, жидкие коктейли, долго они как бы думали, они стали предлагать как бы их офисным сотрудникам, такие небольшие, как вот палаточки перед офисами, как кейтеринг практически, да, когда у тебя вообще ни на что нет времени, ну жрать-то хочется, вот, и ты выбегаешь и дрожащей рукой берешь вот этот вот коктейль, хопа, быстренько его так шмяк-шмяк, значит, он жидкий, и все, как бы потребность закрыта. Собственно говоря, как вот таким вот образом должна выглядеть ваша джоп-стори, если мы говорим о каком-то вот, о пользовательском интервью. По тому, что мы делаем следующее, мы определили нашу стори. Следующее, что мы определяем, собственно говоря, то направление, к которому мы идем. Собственно говоря, у нас есть джоп-стори, а что является результатом, да, к чему идет наш потребитель. И тут очень важно, чтобы мы начали вводить пользовательские, когда мы говорим о перформанс-метриках, это мы не пытаемся ввести наше собственное понятие о том, насколько быстро должен работать тот или иной продукт. Это то, о чем говорит нам наш клиент. Из моей практики мы не так давно закончили первую фазу продукта по wealth management, управлению, управлению, управлению там доходами, управлению. Собственно говоря, мы когда начали общаться с пользователями, мы спрашивали, вот, расскажите о вашем рабочем дне, расскажите о том, как вы решаете определенные проблемы. И, собственно говоря, они сказали, что вот они это делают, но вот, но в приложении, о котором мы говорили, это функции не было вообще, когда мне звонит, то есть мне звонит клиент в течение рабочего дня, очень часто звонят нашему пользователю клиенты, которые просят посмотреть транзакции или состояние аккаунта по одному или нескольким параметрам. И при том, что человек может работать в абсолютно разной точке, то есть он принимает звонок, и желательно, чтобы он в течение нескольких секунд сразу мог выйти на необходимый аккаунт. А сейчас приложения этого нет. И вот люди нам рассказывали, мы их как бы вывели на то, что сейчас, когда он ищет информацию про аккаунт, ему приходится из-за неоптимизированного поиска, клиенту на линии приходится ждать до пяти минут, в зависимости от того, какой тип информации система ищет. И что значит, что пять минут, вы же молчать не будете в трубку? То есть, во-первых, вам приходится, вы пытаетесь каким-то образом сгладить вот эту ситуацию, говорить, ну еще пару секундочек, ну еще, так вот почти загрузилось, так вот я почти вижу первую буковку, а вот вторая появилась, вам приходится еще бороться, то есть не только смотреть за выполнением задачи, но и бороться с фрустрацией клиента. То есть придумывать какие-то отмазки для того, чтобы клиент как бы вас не послал, и все там типа я устал, я ухожу и как бы перезвоню через 10 минут. Мы решили это, предоставив абсолютно другую систему поиска, и исходя из того, что у нас теперь поиск стал основным элементом, и по сути дела умеет воспринимать там разные паттерны поисковые и выдавать информацию в течение нескольких секунд, при том информацию сразу агрегированную. То есть пользователь вместо того, чтобы просто ввести аккаунт, если он этот аккаунт ввел, он из подсказок сразу может увидеть основные показатели по состоянию этого аккаунта. Такого в продукте не было. Как мы посмотрели, такого в продукте не было, нету даже у наших конкурентов. Когда мы, то есть как выглядит, да как желательно организовывать вот наши результаты по интервью. Если мы говорим о наших менеджерах, которых я только что вспоминала, они, вот мы разбивали каждый этап работы, то есть поступает звонок от клиента. Следующий шаг. Что дальше? Я идет, начинается поиск аккаунта. Что дальше? Начинаем интерпретацию данных. После того, как мы посмотрели, что у нас, допустим, ведь история-то не закончилась. Клиентам нет, для чего тот звонит. А звонит он, скорее всего, потому что клиент получил какое-то уведомление о том, что или не прошла транзакция, или счет там содержит недостаточно денег, и наш клиент получил, то есть не наш клиент, а клиент нашего клиента получил какое-то уведомление о том, что что-то пошло не так. То есть, по сути дела, в аккаунте проблема. И после того, как мы этот аккаунт нашли, на этом наша работа не заканчивается. Она на самом деле продолжается. И у каждого из шагов есть, скажем так, промежуточные результаты процесса, которые надо структурировать. И как минимум записывать. Потому что на основе них мы сможем в дальнейшем определить, какие у нас вещи не закрыты. И, собственно говоря, или добавить этот функционал, или, возможно, полностью поменять концепцию продукта. Прежде чем лесорубы, канадские или американские, компания Bosch столкнулась со следующей проблемой. Значит, новые циркулярные пилы. Офигенчик. Все, маркет там прям вау, там, я не знаю, сибирские лесорубы теперь там провысили производительность в 5 раз, там, я не знаю, да, а если включают мотор, то все в 20. 15% рекламация. Что такое? Почему? У нас же самые лучшие пилы в мире. Ну, мотор включите. Нет, включили мотор. Ну, ладно, ну, что происходит, значит. Опять же, Клейтен Кристенсен и его компания, которая, кстати, вот они начали развивать вот этот вот фреймворк с Jobs to be Done, они пришли к компании Bosch и, собственно говоря, начали, как бы предложили им вот такой же подход. И определилось, что вот эти 15% рекламации, они исходят не от всякого лесоруба, а от тех, кому надо было резать длинные, то есть, как бы резать, проводить прямую линию, то есть, прямую, но ровную, и, по сути дела, резать бревна на несколько вот равных, одинаковых частей. То есть, они работали не с короткими, не с длинными бревнами, и срез должен быть прямой. Почему не нравилось им, почему им пила не подходила? Ну, как бы, не подходила, но вот не до конца, потому что она была настолько мощная, что ее было сложно удержать, и сложно было сделать прямой надрез, и, по сути дела, как бы одним движением. То есть, приходилось, чтобы кто-то фиксировал, или чтобы вот каким-то образом закрепляли, или делать несколько надрезов, и все равно срез получался недостаточно ровный. И, ну, кто виноват, виновата, естественно, пила. То есть, по сути дела, как бы народ попытался, ну, Бош же сказала, что это самая лучшая пила вообще, как бы, в мире, но они, как бы, поверили, вот, ну, немножко попытались позабивать микроскопом гвозди. Ну, как бы, ну, с кем не бывает. В результате Бош перепрофилировалась, они выпустили абсолютно другой инструмент, как бы продажи, в общем-то, не упали. Продажи поднялись, потому что теперь 15%, которых писали рекламации, сказали о ге-гей, купили новый продукт, в общем, все остались счастливы, а Бош получила еще пару, как бы себе, пару миллионов долларов оборота. Как, вот, собственно говоря, построили мы с вами, представляем, что мы Бош, построили мы с вами нашу карту, нашу карту вот ауткамов, и смотрим, что наш, то есть, когда мы, еще, когда мы общаемся с пользователями, мы забываем о том, что у нас какой-то продукт есть уже, если он есть. Мы возвращаемся к нашему продукту только вот на вот этом шаге, когда мы уже, собственно говоря, сняли все параметры, и теперь мы смотрим, делки-палки, а что же мы здесь делаем неправильно, или наоборот, а что мы делаем правильно. И мы вот тогда, собственно говоря, определяем, где мы немного не доработали. Или вариант второй, да, то есть, где есть абсолютное покрытие, то есть, и мы, и наши конкуренты предоставляют такие же услуги, где есть какой-то даже избыточный, не знаю, то есть, вы можете купить и так, а еще вот так вот, и еще вот тут вот у нас кнопка купить, и если вы будете на странице 15 минут, там, то вам всплывет окошечко, которое предложит, чтобы мы вам перезвонили, чтобы купить. То есть, вот этот как раз вариант, когда немножко есть потребность, которая, как бы, исполнение которой перевыполнено, перегружено. Что можно сделать тогда? Не обязательно отказываться, не обязательно уходить и говорить, ага, ладно, все, значит, здесь все закрыто, здесь нас уже, как бы, конкуренты все опередили, можно попытаться сделать это быстрее. То есть, на самом деле, несмотря на то, что вот мы в своем продукте предложили другую систему поиска, не то, что у наших конкурентов и в нашем продукте поиска не было, но он был. Я не говорю, что я сейчас не говорю о там, как по перформансе в вопросе, да, о том, что он, как бы, может быть, не все функции выполнял, то есть, поиск был, и он даже, его было иногда, чтобы не соврать, в нашей системе изначально, с которой мы работали до редизайна, в нем было два поиска. Один поиск был непосредственно поиск, а другой был поиск по меню. То есть, меню было таким большим, что к меню прилагался поиск для того, чтобы делать, ну, я думаю, что третий шаг должен быть, быть поиск для поиска по поиску, чтобы знать, в каком месте вызывать поиск и где искать нужное в том поиске, который поиск. Но на самом деле, мы как бы вот начали сравнивать и поняли, где у нас есть дырка и где у нас поиска слишком много, и мы предложили заменить его всего лишь одним, а где как бы нет, то добавить дополнительную фильтрацию непосредственно на самих данных, с которыми работает наш пользователь. один из вариантов приводится во мне в нескольких кейсах, если вы будете искать по Jobs to be done. Собственно говоря, ребята, что они сделали? То есть, это реальная таблица для одного из банковских продуктов. Здесь они используют сокращенные Jobs to be done, и они используют здесь, по сути дела, вот как бы они вывели все ауткамы, что они сделали. Они опросили пользователей и попросили ранжировать значимость ауткамов и как бы эмоциональных составляющих. Это можно сделать как по Job Store непосредственно, так и по результатам в какой-то Job Store. Они, используя шкалу от 1 до 7, они попросили проранжировать пользователей все, что есть, и после этого померили, то есть, насколько важные вещи, они покрыты в том или ином виде, и насколько потребность удовлетворена. Ну и, собственно говоря, замеряв разницу между ними, кстати, то есть можно, чтобы там, как эти циферки получились, любимый вопрос, да, на самом деле все равно, в чем вы будете мерить удовлетворенность и значимость, хоть в попугаях, хоть в енотах. Главное, чтобы вы понимали, что, то есть, как бы, вот это попугай, вот это енот, и один енот, это там, не знаю, три попугая, а там и 33, там удав, там 33, не знаю, там слоненка, что-то такое, да, то есть для того, чтобы вы сами для себя понимали свои шкалы, какая конкретно эта шкала будет, от 1 до 5, от 3 до 7, уже на самом деле не суть важная, важен подход. Проработали истории, выписали шаги, которые, и пытаемся определить, которые, какие закрываются, какие не закрываются, и какая важность, в принципе, для пользователя, потому что тоже можно сделать, если мы работаем с банковскими продуктами, например, у нас, то есть мы принимаем решение о финансировании, да, мы product owner, мы пытаемся понять, какой набор фич нам делать в следующем релизе, и тут мы возьмем-ка мы, вот, не знаю, ну вот эту, например, или так, возьмем, сейчас монетка подкину, мой там хрустальный шар, возьмем вот это, и потом, ой, оказалось, что это никому не нужно, и после релиза на него потрачены деньги, этим никто не пользуется, может, потому что сделали неправильно, может, потому что сделали плохо, а скорее всего, потому что наш сегмент, на который мы ориентировались, ему это просто-напросто не нужно. как, собственно говоря, проанализировали мы наш рынок, вернее, как проанализировали мы наших пользователей. Кстати, когда я говорю о рынке, одна из самых, на самом деле, грубых ошибок, это когда рынки начинают, говорить там, рынок строительных материалов, дерево обрабатывающей промышленности, ДСП номер 1554, ДСТУ такой-то, значит, и как бы, нет, на самом деле, рынок, это не рынок там, конкретно, строительных материалов, строительными материалами пользуются несколько групп пользователей, если мы говорим о себе, о тех, у кого есть дети, например, как бы, рынок родителей, которые пытаются, то есть родители, группа родителей, которые пытаются защитить своих детей от чего-то, это на самом деле тоже рынок, потому что родители в разных странах мира, используя для этого разные инструменты, например, ограничение родительский контроль на мобильных, родительский контроль для компьютера домашнего, на интернет-сайте, цель одна, родители пытаются защитить своих детей от информации, от доступа к инфо, или ограничить доступ к ресурсам, ознакомление с которыми они считают нежелательными для ребенка. Рынок? Рынок. Но очень многие компании свое понимание рынка, они сужают. И тут как бы начинается много интересного, потому что мы, по сути дела, берем и легким движением руки отрезаем у себя сами часть дохода. Вот так взяли, отрезали, сказали, нет, мы туда даже не смотрим. Потому что неправильно определили рынок. Рынок связан с тем, что мы говорили. Рынок связан с потребностью. Потребность слушать музыку удобно. Вот, вот, как бы, вот рынок. Вот он наш на самом деле. А не покупатели, те, кто использует iTunes и там возраст 18-24, там типа белые женщины, вот, и не знаю, и до этого еще там покупают что-то еще. Ребята, эггэгэй, вернитесь, мы вообще как бы не об этом. И вот, собственно говоря, опять же, где, где, где нам инновацию делать, да? Мы же все помним, что у нас инновация, это не обязательно запуск нового Spotify, да? Или там новый Facebook, или мой Instagram с Blackjack'ом и прекрасными девушками. У нас на самом деле, может быть, вот мы как бы наносим все, что мы наанализировали непосильным трудом, мы наносим на карту и, собственно говоря, пытаемся определить, где же, где, визуализируем. Как нам понять, где у нас непокрытые, куда нам можно выходить, выводить свой продукт? Как стратегия. Сейчас, сейчас, серьезно, серьезно все, да. Значит, мы же помним, да, что у нас как бы инновации, все дела, и что мы на самом деле, как бы, ну, все, все упирается во что? Воблода все упирается, как обычно. Мы же не, то есть, как бы, выводя какой-то продукт на рынок, мы, в принципе, пытаемся на нем заработать. Вот, ну, как бы, делаем все для этого. И вот тут, вот у нас есть две шкалы, которая говорит о том, каким образом, на самом деле, стандартная матрица, чем-то похожа на ANS, чем-то похожа на другие, как бы, двумерные матрицы, да. Делаем больше, делаем меньше, значит, идем туда, идем туда, кэшкау, док, вопросы, то есть, там, туда развиваемся, туда не развиваемся. Мы можем понять, разложив наше opportunity, мы можем понять, а что, собственно говоря, нам делать, да, куда нам наш продукт, собственно, двигать, и есть ли вообще его смысл, куда-то двигать, в какой точке мы находимся сейчас, что нам дают наши возможности, потому что, если мы, ну, как бы, никуда не двигаемся, то мы, на самом деле, скорее всего, как бы, проиграем своим конкурентам, если не сейчас, то в течение нескольких лет, это точно, потому что, то есть, делать, то есть, мы и смотрим, что еще важно, важно смотреть и на себя, и на рынок, и на других конкурентов, которые у нас есть, отметить точечкой, вот мы, и сказать себе честно, вот мы находимся здесь, а вот наш конкурент находится здесь, если у других конкурентов, собственно говоря, Бош сделала правильно, то есть, Бош пересмотрела свои ошибки, если бы на самом деле они бы не выпустили другой, другой тип пилы, которая закроет, собственно говоря, вот эти вот 15%, которые начали писать на рекламации на существующий продукт, они, возможно, если бы они это не сделали, это бы однозначно сделал рано или поздно кто-то другой, и Бош бы потеряла достаточно неплохую долю своего рынка, то есть, мы можем определить, где у нас сейчас есть пользователи, которые готовы покупать, продукты текущие не закрывают их нужды, и мы можем выводить туда свой продукт, и, собственно говоря, вот-вот-вот готовый рынок, тут нам даже как бы делать ничего не надо. Мы можем делать лучше, да, то есть, вот есть наши клиенты, есть несчастные администраторы, которым звонят их клиенты, потому что так рынок работает, они управляют, собственно говоря, источниками дохода, опять же, это как бы Америка, это инвестиции, я звоню, я хочу понимать, а что у меня с инвестициями происходит, а почему у меня там, не знаю, денег на счету нету, какие мои риски, что вообще происходит, собственно говоря, и вот, вот он, вот наш сегмент, где мы, где что-то есть, где уже есть какой-то продукт, но мы, допустим, делаем его недостаточно хорошо, или наши конкуренты делают его недостаточно хорошо, и опять же, говоря о конкурентах, мы рассматриваем, мы не должны рассматривать только Макдональдс, Милкшейк, мы смотрим, говоря о конкурентах, мы должны обязательно смотреть на более широкий подход, на, собственно говоря, другие, не на аналогичные продукты, которые там, не знаю, этот синенький, этот красненький, а у этого бантик сбоку, мы смотрим на те же продукты, те же, на продукты, которые решают ту же потребность. Возможно, они абсолютно другие, возможно, они используются, изначально были выпущены для реализации других потребностей, но, условно говоря, я, конечно, понимаю, что молотку сложно конкурировать, это кажется, на самом деле, каким-то bullshit, но и молоток не должен конкурировать с микроскопами, но если, как бы, вам надо забить гвоздь, и финальное это, что гвоздь должен быть забит, иногда стоит смотреть, а чем еще можно его забить, кроме молотка, если вот у тебя молотка под рукой нет, вот черт возьми, ну там тапок, да, как бы, не знаю, там рука, там сила воли, и микроскоп. Ну, собственно говоря, и такое бывает, значит, мы выпускаем новый Facebook, или там, не знаю, сеть, социальную сеть для интровертов, да, то есть там, где ты только там загоняешь, то есть те там, не знаю, граббер там, тебя сначала дружит со всеми, кто может, а потом ты делаешь unfriend, unfriend, unfriend каждый день, и все, прорывная стратегия, в общем, disruptive, и, или наоборот, да, то есть у нас есть какой-то продукт, и мы пытаемся, удешевив, упростив, по максимуму, ускорив, то есть, опять же, да, я могу ковырять стену пальцем, я тут как бы уверена, что при должной настойчивости дырка-то будет, в конце концов, но можно себе жизнь упростить, то есть можно взять дрель, можно пытаться проковырять там все-таки гвоздем, вот, то есть каким-то образом работа будет все равно решена, и, собственно говоря, когда мы работаем в сегменте делать меньше, и как бы закрывая вот, где работа до этого делалась хуже, ну, вот это вот на самом деле, на самом-то вот, disruptive, disruptive, когда мы там рынок просто взрываем, там, я не знаю, супер микроскоп, да, смотри там, смотри, как там, наблюдай, как там на микроскопе, микроскопическом уровне, как твой гвоздь пробивает стену, да, один из последних слайдов, как мы, что, что часто бывает, бывает проблема, ну, как бы, все, все в этом мире, да, то есть рано или поздно мы приходим к тому, что нам надо коммуницировать, и от того иногда, как продукт, который решает и закрывает собой много вопросов, просто неправильно, как бы, коммуницируется, то есть он коммуницируется, какими-то general, очень словами, и выходит, и что, что получается, что на самом деле, как бы, ну, пользователь, то есть, телепат дорогая штука, да, то есть у нас там, кроме, не знаю, нескольких сезонов экстрасенсов, больше-то рабочей силы на рынке нет, вот, и как бы очереди стоят, все дела, и когда мы говорим о масс-маркете, то к продукту обычно телепат не прилагается, и поэтому, как вы будете, как бы, коммуницировать, так, собственно говоря, ваш клиент будет и воспринимать, что этот продукт умеет, а что, как бы, он не умеет, эй, а почему, собственно говоря, начались у Боши рекламации, да, потому что же наша штиркулярная пила, пилее всех пил, она вообще все делает, вообще все, и носки тоже стирает иногда, лесорубские, если сильно попросить, и, собственно говоря, если вы будете говорить о том, что ваш продукт решает все, или, наоборот, не будете говорить, что он решает какую-то конкретную проблему в каком-то конкретном сегменте, который вы вот только что определили, скорее всего, ну, с большой вероятностью не будут его ни покупать, ни будет там никакого дохода. если вы, то есть мы определили, да, то есть мы как бы проделали огромную работу, мы знаем, что, какие у нас нужды у нашего пользователя, мы знаем, какие, какие работы выполняются, мы знаем почти, скажем, каждый шаг, да, каждый промежуточный результат, прокоммуницируйте, прокоммуницируйте то value, которое несет ваш продукт вашему потребителю, при том, что очень часто, одна из вот ошибок, часто у стартапов они бывают, значит, стартап, значит, первое, что, и, кстати, и сеушники этим пользуются, потому что, значит, SEO-стратегия, значит, самое там, не знаю, там, дорогое слово, да, как бы, там, купить там что-то где-то, там, купить X там в Киеве, то есть, вот за фразу купить X в Киеве, если мы будем говорить о том, чтобы рекламироваться не в естественном поиске, а показывать, как бы, покупать Google AdWords, то есть, чем вот, чем более фраза general, тем, естественно, дороже будет получить себе место в поисковой выдаче, как бы, оплатить вот этот вот наш Google AdWords. Если мы говорим о себе, о тех, у кого есть дети, например, как бы, рынок родителей, которые пытаются, то есть родители, группа родителей, которые пытаются защитить своих детей от чего-то, это на самом деле тоже рынок, потому что родители в разных странах мира, используя для этого разные инструменты, например, ограничение родительский контроль на мобильных, родительский контроль для компьютера домашнего на интернет-сайте, цель одна, родители пытаются защитить своих детей от информации, от доступа к инфо, или ограничить доступ к ресурсам, ознакомление с которыми они считают нежелательными для ребенка. Рынок? Рынок. Но очень многие компании свое понимание рынка, они сужают. И тут, как бы, начинается много интересного, потому что мы, по сути дела, берем и легким движением руки отрезаем у себя сами часть, часть дохода. Вот так взяли, отрезали и сказали, нет, мы туда даже не смотрим, потому что неправильно определили рынок. Рынок связан с тем, что мы говорили, рынок связан с потребностью. Потребность слушать музыку удобно. Вот, вот, как бы, вот рынок, вот он наш на самом деле. А не покупатели, те, кто используют iTunes и там возраст 18-24, там типа белые женщины, вот, и не знаю, и до этого еще там покупают что-то еще. Ребята, эггэй, вернитесь, мы вообще как бы не об этом. И вот, собственно говоря, опять же, где, где, где нам инновацию делать, да? Мы же все помним, что у нас инновация, это не обязательно запуск нового Spotify, да, или там новый Facebook, или мой Instagram с Blackjack'ом и прекрасными девушками. У нас на самом деле, может быть, вот мы как бы наносим все, что мы наанализировали непосильным трудом, мы наносим на карту и, собственно говоря, пытаемся определить, где же, где, визуализируем. Как нам понять, где у нас непокрытые, куда нам можно выходить, выводить свой продукт? Стратегия. Сейчас, сейчас, серьезно, серьезно, все, да. Значит, мы же помним, да, что у нас как бы инновации, все дела, и что мы на самом деле, как бы, ну, все, все упирается во что? Воблода все упирается, как обычно. Мы же не, то есть, как бы, выводя какой-то продукт на рынок, мы, в принципе, пытаемся на нем заработать. Вот, ну, как бы, делаем все для этого. И вот тут вот у нас есть две шкалы, которая говорит о том, каким образом, на самом деле, стандартная матрица, чем-то похожа на ансов, чем-то похожа на другие, как бы, двумерные матрицы, да, делаем больше, делаем меньше, значит, идем туда, идем туда, кэшкау, док, вопросы, то есть, там, туда развиваемся, туда не развиваемся, мы можем понять, разложив наше opportunity, мы можем понять, а что, собственно говоря, нам делать, да, куда нам наш продукт, собственно, двигать, есть ли вообще его смысл куда-то двигать, в какой точке мы находимся сейчас, что нам дают наши возможности, потому что, если мы, ну, как бы, никуда не двигаемся, то мы, на самом деле, скорее всего, как бы, проиграем своим конкурентам, если не сейчас, то в течение нескольких лет это точно, потому что, то есть, что делать, то есть, мы и смотрим, что еще важно, важно смотреть и на себя, и на рынок, и на других конкурентов, которые у нас есть, отметить точечкой, вот мы, и сказать себе честно, вот мы находимся здесь, а вот наш конкурент находится здесь, если у других конкурентов, собственно говоря, Бош сделала правильно, то есть, Бош пересмотрела свои ошибки, если бы на самом деле они бы не выпустили другой, другой тип пилы, которая закроет, собственно говоря, вот эти вот 15%, которые начали писать на рекламации на существующий продукт, они, возможно, если бы они это не сделали, это бы однозначно сделал рано или поздно кто-то другой, и Бош бы потеряла достаточно неплохую долю своего рынка, то есть, мы можем определить, где у нас сейчас есть пользователи, которые готовы покупать, продукты текущие не закрывают их нужды, и мы можем выводить туда свой продукт, и, собственно говоря, вот-вот-вот готовый, как бы, готовый рынок, тут нам даже, как бы, делать ничего не надо. Мы можем делать лучше, да, то есть, вот, есть наши клиенты, есть несчастные администраторы, которым звонят их клиенты, потому что, ну, так рынок работает, они управляют, собственно говоря, источниками дохода, опять же, это, как бы, Америка, это инвестиции, я звоню, я хочу понимать, а что у меня с инвестициями происходит, а почему у меня там, не знаю, денег на счету нету, какие мои риски, что вообще происходит, собственно говоря, и вот, вот он, вот наш сегмент, где мы, где что-то есть, где уже есть какой-то продукт, но мы, допустим, делаем его недостаточно хорошо, или наши конкуренты делают его недостаточно хорошо, и опять же, говоря о конкурентах, мы рассматриваем, мы не должны рассматривать только Макдональдс, Милкшейк, мы смотрим, говоря о конкурентах, мы должны обязательно смотреть на более широкий подход, на, собственно говоря, другие, не на аналогичные продукты, которые, не знаю, этот синенький, этот красненький, а у этого бантик сбоку, мы смотрим на те же продукты, на продукты, которые решают ту же потребность. Возможно, они абсолютно другие, возможно, они используются, изначально были выпущены для реализации других потребностей, но, условно говоря, я, конечно, понимаю, что молотку сложно конкурировать, это кажется, на самом деле, каким-то bullshit, но и молоток не должен конкурировать с микроскопами, но если, как бы, вам надо забить гвоздь, и финальное это, что гвоздь должен быть забит, иногда стоит смотреть, а чем еще можно его забить, кроме молотка, если вот у тебя молотка под рукой нет, вот черт возьми, ну там тапок, да, как бы, не знаю, там рука, там сила воли и микроскоп. Ну, собственно говоря, и такое бывает, значит, мы выпускаем новый фейсбук или там, не знаю, сеть, социальную сеть для интровертов, да, то есть там, где ты только там загоняешь, то есть те там, не знаю, граббер там, тебя сначала дружит со всеми, кто может, а потом ты делаешь unfriend, unfriend, unfriend каждый день, и все, прорывная стратегия, в общем, disruptive, или наоборот, да, то есть у нас есть какой-то продукт, и мы пытаемся, удешевив, упростив по максимуму, ускорив, то есть, опять же, да, я могу ковырять стену пальцем, я тут как бы уверена, что при должной настойчивости дырка там будет, в конце концов, но можно себе жизнь упростить, то есть можно взять дрель, можно пытаться проковырять там все-таки гвоздем, вот, то есть каким-то образом работа будет все равно решена, и, собственно говоря, когда мы работаем в сегменте делать меньше, и как бы закрывая вот, где работа до этого делалась хуже, ну, вот это вот на самом деле, на самом-то год, disruptive, disruptive, когда мы там рынок просто взрываем, там, я не знаю, супер микроскоп, да, смотри там, смотри, как там, наблюдай, как там на микроскопическом уровне, как твой гвоздь пробивает, стену, да, один из последних слайдов, как мы, что, что часто бывает, бывает, проблема, ну, как бы все, все в этом мире, да, то есть рано или поздно мы приходим к тому, что нам надо коммуницировать, и от того иногда, как продукт, который решает и закрывает собой много вопросов, просто неправильно как бы коммуницируется, то есть он коммуницируется какими-то general очень словами, и выходит, и что, что получается, что на самом деле, как бы, ну, пользователь, то есть, телепат дорогая штука, да, то есть у нас там кроме, не знаю, нескольких сезонов экстрасенсов, больше-то рабочей силы на рынке и нет, вот, и как бы очереди стоят, все дела, и когда мы говорим о масс-маркете, то к продукту обычно телепат не прилагается, и поэтому, как вы будете, как бы, коммуницировать, так, собственно говоря, ваш клиент будет и воспринимать, что этот продукт умеет, а что, как бы, он не умеет, эй, а почему, собственно говоря, начались у Боши рекламации, да, потому что же наша ж циркулярная пила, пилея всех пил, она вообще все делает, вообще все, и носки тоже стирает иногда, лесорубские, если сильно попросить, и, собственно говоря, если вы будете говорить о том, что ваш продукт решает все, или наоборот, не будете говорить, что он решает какую-то конкретную проблему в каком-то конкретном сегменте, который вы вот только что определили, скорее всего, ну, с большой вероятностью не будут его ни покупать, ни будет там никакого дохода. если вы, то есть мы определили, да, то есть мы как бы проделали огромную работу, мы знаем, что, какие у нас нужды у нашего пользователя, мы знаем, какие, какие работы выполняются, мы знаем почти, скажем, каждый шаг, да, каждый промежуточный результат, прокоммуницируйте, прокоммуницируйте то value, которое несет ваш продукт вашему потребителю, при том, что очень часто, одна из вот ошибок, часто у стартапов они бывают, значит, стартап, значит, первое, что, и, кстати, и сеушники этим пользуются, потому что, значит, SEO-стратегия, значит, самое там, не знаю, там, дорогое слово, да, как бы, там, купить там что-то где-то, там, купить X там в Киеве, то есть, вот за фразу купить X в Киеве, если мы будем говорить о том, чтобы рекламироваться не в естественном поиске, а показывать, как бы покупать Google AdWords, то есть, чем вот, чем более фраза general, тем, естественно, дороже будет получить себе место в поисковой выдаче, как бы оплатить вот этот вот наш Google AdWords. Хотя умные, как бы пользователи, умные, как бы продвинутые SEO-мастера, они никогда не предлагают клиенту бить, вот, там, заниматься ковровыми бомбардировками, потому что пользователи, во-первых, когда, а, еще, что меня радует, значит, когда покупают продвижение, например, когда, я не знаю, там, купить спиннер, да, или, купить бензопилу, там, типа Bosch, и когда именно не магазин, который эти бензопилы продает, тут я могу понять, да, у них, как бы, это не монобрендовый магазин, это мультибрендовый, они, как бы, рекламируют несколько брендов сразу, для того, чтобы пользователь просто купил через них, что угодно, не обязательно Bosch, когда начинают монобрендовые магазины, значит, себя продвигать, там, типа, купить себя же, и, значит, опачки туда, там, может, это и дешевый запрос даже быть, если продукта еще нету, но, значит, мы туда вложим деньги, значит, чтобы пользователь купить продукт X, там, купить Теслу, и сразу, сразу Тесла, сразу кнопка купить, оно не работает так, люди не ищут, ну, люди вообще ищут странные вещи в интернете, как выйти замуж за кота, и в какой стране можно замуж за кота выйти, вот, но пользователи, они когда, то есть, если изучать, что, то есть, продукт-оунеру на самом деле, очень, и продукт-менеджеру, очень правильно уметь разбираться, и знать инструмент поиска, и знать, каким образом люди формируют вот эти поисковые запросы, поисковые фразы, потому что человек, когда ищет что-то в интернете, он пытается максимально, минимизируя, то есть, количество слов, максимально добиться решения того вопроса, который он хочет, не знаю, там, посушить, там, сварить яйца в микроволновке, да, постирать ребенка в стиральной машине, что будет, то есть, как бы, из этого можно определить, что какой-то конкретный ребенок, да, скорее всего, в чем-то запачкался до такой степени, что, как бы, опечаленные родители не видят другого выхода, как запихнуть несчастное дитя вместе, как бы, под ключ, в эту засыпать порошка и закрыть крышку, то есть, все, там уже безнадега и безысходность, то есть, как бы, способа другого очистки они не знают, но на самом деле это говорит нам о том, что вот пользователи мыслят именно вот такими, не знаю, как бы, вот такими специфическими словосочетаниями, они не пытаются, значит, когда пользователь уже ищет какой-то конкретной торговую марку, допустим, порошка, это скорее всего, что его, ну, как бы, работа была уже когда-то решена, нит у нас, который кастомерский, его потребность, он знает, чем его закрывать, он просто, как бы, повторно ищет для того, чтобы, не знаю, допустим, сделать это дешевле, или просто найти, где-то приобрести. Что еще? Опять же, мы немножко тут говорим о продажах. Определили мы и сегментировали мы наших потребителей, да, то есть наши коктейли. Мы помним, что у нас есть водители, у нас есть офисные работники, или, например, там бегуны, там зожники, которые там хотят молочный коктейль, там из спирулины, не знаю, там с семенами чия, да, которые, то есть тоже жиденькие, чтобы там засербнул. У нас есть, там, не знаю, там хипстеры, которые еще там, для которых коктейль не просто должен быть каким-то удобоваримым, его еще в инстаграм надо, чтобы он там сам фоткался, сам постился, значит, и чтобы можно было на него, ну, на его фоне красиво попозировать, да, то есть там типа, нет, вам как бы смешно, а вот это реальные как бы кейсы. Вот, и, собственно говоря, нельзя обрабатывать лиды, которые заходят с разных сегментов, загонять их в одну воронку, и потом, значит, то есть мы потратили время, значит, мы сделали исследование, мы разделили jobs to be done, мы знаем вообще про все, про наших пользователей, и потом мы их загнали всех в одну воронку, и, короче, типа, и рассматриваем, мы пытаемся продажу завершить, всех по одинаковому, то есть мы потратили, мы все о ней знаем, но продажи у нас всегда одинаковые будут. Да, ну вот, а почему? Ну, не знаю, потому, то есть одна из самых грубых ошибок, это когда мы пытаемся обработать потребности, и лиды, которые пришли из этих потребностей, одинаково. Собственно говоря, почему упали, начали падать продажи, да, потому что, а зачем нам сегментация? Мы, значит, сделаем один продукт, он будет средней жидкостью, он будет условно непротивным, чтобы можно было в инстаграмчик, значит, его это засунуть, ну и, ну не знаю, там трубочку сделаем поменьше, чтобы искусственно, как бы, увеличить время всасывания коктейля в человека, значит, и вот, вот, вот кушайте все, пожалуйста, мы одним продуктом закрыли все потребности. не очень хорошая идея. Ну и, собственно, дельфинчики. Почему дельфинчики? Потому что я призываю вас не совершать ошибку выжившего, смотря на успешные продукты, которые уже вышли на рынок, потому что никто не знает, через что они прошли, вот, никто не знает, сколько человек утопили дельфины, сколько человек, сколько, сколько котов, скольких людей, собственно говоря, успели там коварно задушить ночью, я предлагаю вам всем развивать, узнавать то, что хочет ваш клиент, и не задавая ему глупых вопросов, а что же клиент, ты хочешь, чтобы мы для тебя сделали? и он на метеориться there, говорим о Regionen, и только естрей, сейчас, как я сейчас, мы продолжаем... Продолжение следует...